Откроем Галатам, 4 главу, прочитаем отрывок, который мы закончили прошлое воскресенье. Галатам, 4 глава, 21 стиха. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание, это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Акарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи немучившееся родами. Потому что оставлены гораздо более детей, нежели уменьши мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти, к новорожденному по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником, вместе с сыном свободны. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Наверное, людям, которые первый раз пришли на собрание или первый раз этот отрывок прочитали, ничего не понятно. Что за Вышний Иерусалим, Нижний Иерусалим, какие-то слова странные. Агарь, Синай. Кто это, кто все эти люди, да? О ком здесь речь идет? Но тем, кто читает Библию, понятно. Я думаю, галаты понимали апостола Павла. Видимо, те, кто смущали галат, те, кто пришли к ним с иным учением, они тоже апеллировали этими именами, этими событиями. И поэтому Павел, он как бы задается таким вопросом. Он говорит, ну неужели Вы, желающие быть под законом Моисеевым, не читали закона, то есть книг Моисея? И он приводит вот в пример эту историю. Выше мы уже в прошлый раз смотрели о том, что Павел показывает, что Бог изначально задумывал спасти язычников. И Авраам, по сути, когда он выходил, будучи там отцом, родоначальником народа израильского, когда он выходил из своего, из ура халдейского, да, в землю обетованную, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он не имел наставников, он не имел Библии, он не имел литературы никакой абсолютно. Не с кем было ему посоветоваться, прийти на собрание, послушать что-то, да, он ничего не имел. Он был, по сути, обычным язычником, таким же, как и прочие люди. Но Бог проговорил к нему, и он поверил ему, и этого было достаточно, да, и он последовал, это сильно поменяло его жизнь. И закон, закон, он, Павел как бы показывает, что закон, он был после, спустя 430 лет после этих событий, после, после, и как бы он был дан не потому, что Бог так замысливал. А Павел как бы поясняет, что в 19 стихе, он здесь поясняет, что, прошу прощения, в 3 главе, в 19 стихе он поясняет, что для чего же был дан закон, он был дан после, по причине преступлений. То есть он говорит, что закон был дан, потому что вы такие были, потому что вы были злые, потому что нужно было как-то сдержать беззаконие, которое творилось. И так Бог не замысливал. Бог замысливал жизнь между, ну как бы отношения между человеком и Богом, как между отцом и сыном. Он предназначил нам Духа Святого. Он предназначил нам другой уровень отношений. Мы в прошлое воскресенье говорили о том, что Ава-Отче означает папочка, так называли отца дома, в кругу семьи. И так сегодня мы Духом Святым общаемся с нашим Богом, как в кругу семьи. И это совершенно другой уровень отношений. Это не рабские отношения, не рабский страх, не какие-то торговые отношения, ты мне, я тебе. Это не какой-то список, который мы должны исполнить, так как это представлено в других религиях мира. Друзья, это совершенно иное. И в первом Петра Петр пишет, что если вы отцом называете того, кто нецеприятно судит каждого по делам, со страхом, проводите время с расставанием вашего. Он может быть строгим. Он может наказывать даже так. И евреям в 12 главе Павел пишет о том, что если Бог наказывает, значит вы сыны. Он для пользы, если даже земные родители, несовершенные, со своими проблемами, недостатками вас наказывают для будущего блага, то тем более Отец Небесный, который вас любит. Но это Отец добрый, который о нас заботится. И Христос, рассказывая об Отце Небесном, Он говорит, что если даже вы, будучи злы, умеете даяние добрые давать детям ваши, как Отец Небесный? Тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. И много других цитат, которые говорят о Боге, об Отце и об этих отношениях, о чем-то сокровенном, о чем-то важном. Как наш Небесный Отец, так же, как наш земной, к которому мы можем прийти с любой нуждой. Мы можем поплакаться в жилетку, мы можем где-то попросить прощения, да? Хотя, казалось бы, может, любой человек со стороны не простил бы, а Отец прощает, Отец любит. И вот Бог замысливал такие отношения. Бог замысливал такие отношения. Это воспитание совершенно другое. Но людей почему-то клонят в закон. И к Галатам пришли люди, которые смущали их и убеждали обрезываться, соблюдать закон. И Павел, он говорит, я в недоумении, зачем вам от этих отцовских, сыновьих отношений, как между отцом и сыном, возвращаться в рабство? Зачем? И он приводит пример из жизни Авраама. Он говорит, это уже было когда-то. И он приводит Авраама как историю, как историю некую. Он говорит, что говорит Писание, что написано в законе. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. И как так получилось? Как так получилось? В Бытие, в 12 главе, там описывается эта ситуация. Авраам, когда он вышел из ура Халдейского, был 75 лет ему было, да? И Бог ему пообещал, что когда ты выйдешь, я размножу тебя, и от тебя произойдет великий народ, и земли наполнит, и там столько обетований было. И Авраам поверил Богу и вышел. И вот ему 75, у него нет детей. Его зовут, кстати, Авраам. Я как-то уже говорил, что Авраам означает отец. Представьте, какая насмешка для людей, которые его окружают. Говорит, отец, сколько у тебя детей? Он говорит, ни одного нету, да? Вот, и вот он, 75, Сара с ним выходит. И вот 10 лет он ходит, что-то проживает, какую-то жизнь. 10 лет ему уже 85. И Бог снова является и дает ему обетование. И в 15-й главе там написано, прошу прощения, 16-й глава. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. Вот проходит год за годом, и они, наверное, не раз разговаривали между собой. Может быть, мы что-то не так поняли. Но вообще, если посмотреть внимательно обетование, написано, Авраам, от тебя произведу. И Сара, ну, не знаю, насколько долго они вынашли этот план, она придумала, смотри, давай, давай, вот у меня есть служанка, и я тебе дам ее в жену. Знаете, такое, суррогатное материнство. Говорит, и она родит, и это будет мне сын. И она такой ход придумала. И решила взять в свои руки все. И получилось, получилось нехорошо. Мы читаем, что Агарь родила Аврааму сына, и нарек Аврааму имя сыну, рожденному от Агарьи Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Проходят еще годы, 13 лет, да, и Авраам был 99 лет, уже глубокий, глубокий старец. И Сара уже не могла родить, уже всякая человеческая надежда умерла. И Бог является ему, говорит, что я Бог всемогущий, ходи предо мной, и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. И пала Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним, и он здесь дает обетование, он говорит, и Авраам слушает, слушает, внимает. Как вы думаете, о ком думает Авраам в этот момент? Думает, ну вот, для Измаила обетование, да, вот для него будущее описывается. И потом он говорит, через 15 стихов, и говорит, и Сару, жену твою, не называй Сару, но будет ей имя Сарра. Я благословлю ее, дам тебе от нее сына. Вот здесь у него происходит диссонанс. Он говорит, ну и пала Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от 100-летнего будет сын, и Сара 90-летний, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хоть бы Измаил был, джил перед лицом твоим. Ну, то есть, как по-человечески, Измаил это результат человеческого ума, попытки взять все свои в руки, да. Это результат недоверия. В Малахии написано, что это как бы вероломный поступок был со стороны Авраама. Вот, он, несмотря на то, что он был удивительным человеком, имел близкие отношения с Богом, но здесь где-то произошел сбой в его вере, да. И Бог является ему 99-летним, он говорит, нет, именно Сара тебе родит сына. Он говорит, да не может быть такого, нет, говорит, именно тогда, когда вот придет полнота времени, тогда Бог свое обетование исполнит. И где остался Измаил? Ну, вышло так, изгони рабу. И она была изгнана. Да, Измаил приобрел часть наследства, часть земного благословения, но это не был сыном обетования, не от него произошел народ, не от него великий, да, израильский, не от него произошел Христос. Бог по-другому замысливал это. И вы знаете, Павел, как бы обращая вот к этой истории, он не отвергает здесь исторический характер повествования, нет. Хотя говорит, он говорит, в этом есть несказание. Он пытается провести параллели. Он говорит, вы сегодня, вы сегодня пытаетесь все взять в свои руки. Вы пытаетесь свое спасение взять в свои руки и своими усилиями, соблюдением закона, заповедей, спастись. Так не получится. Этот результат будет такой же, как был у Авраама с Измаилом. Такой же результат будет. Он говорит, Бог вам другое хочет. Он хочет с вами других отношений. Он вам нечто другое приготовил. Вы это уже приобрели. Вы уже получили Духа Святого. Зачем вы туда возвращаетесь в рабство? Вы уже дети. Зачем вы становитесь рабами? Зачем вы снова пытаетесь? Вы знаете, это вообще интересная история. Почему нас туда так конет? Почему нас так тянет вот в этот закон? Вообще он проводит такую параллель между Агарь и Сарой. И очевидно, что Агарь это закон. Асара это благодать. И мы дети, ну как бы вот этого нового Иерусалима. И он, знаете, так игра слов такая. Потому что Агарь означает скала или гора. И вот он говорит, Агарь это вот гора, на которой был дан закон. Ну такую как бы игра слов. Да, Иерусалим, ну нам не совсем понятно, почему Иерусалим – матерь. Ну потому что Иерусалим в еврейском языке женского рода. Вот. И поэтому матерь. И он говорит, что вот Иерусалим, вот этот земной, он как Агарь, он рождает в рабство. Люди там живут в рабстве закона. И приводит еще одну цитату из Исаии, которая как бы показывает, доказывает, что речь-то шла в обетовании не о законе, а о Христе, о чем-то дальшем, большем. Нам не совсем может быть понятно, почему Павел так цитирует свободно. Ну вот давайте буквально пару минут разберемся с этим. В 27 стихе написано так. Ибо написано «Возвеселись неподная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлено гораздо больше детей, нежели умеющих мужа». Это цитата из 54 главы книги Исаии. Первый стих в этой главе. И там, если посмотреть по контексту, Бог дает обетование о том, что вот опустошенный Иерусалим, такой как бы без мужа, оставленный, без Бога, да, он наполнится снова. Он снова распространит свои шатры, он снова наполнится людьми. Кстати, интересно, что 54 глава идет сразу за 53, которая нам очень хорошо известна, которая пророчески говорит о Христе, страдающем Христе. И раввины классически, ну не знаю, вот я читал вчера буквально комментарий раввина Давида Кимхи, это 12 век, на секундочку. Он говорил о том, что, ну конечно, здесь об Иерусалиме речь идет, что Иерусалим наполнится, что Иерусалим возродится, что у него там будет, что евреев будет гораздо больше, чем язычников. Ну вот в таком формате. И знаете, Павел берет эту цитату, и он показывает некое внутреннее противоречие. Вообще, это интересный способ, который апостолы использовали, опираясь на Ветхий Завет. Они брали Ветхозаветний текст и показывали внутреннее противоречие, тем самым доказывая, что речь шла не о тех событиях, а о чем-то большем. Ну, например, сказал Господь Господу моему, да, сидей десну меня. И Христос берет и говорит, а как же он, ну, Давид называет Господом своего сына. И вот раз он увидел это противоречие, говорит, что Давид, оказывается, о чем-то большем говорил. Или не дашь святому твоему видеть тление. Ну, Давид увидел тление, да, и Петр, проповедуя, приводит текст, показывает вот это внутреннее противоречие, и как бы показывает, что Давид пророчествовал, говорил дальше. И здесь тоже, казалось бы, речь идет об Иерусалиме, но сам вот этот факт, что детей гораздо больше, нежели у имеющего мужа, показывает, что речь идет не о евреях-язычниках, а о чем-то большем, о небесном Иерусалиме. И Исаия, он смотрел вдаль о детях, которые произойдут по вере, что их будет гораздо больше, чем те, кто будет под законом. И как бы тем самым он говорит о том, что как Бог замыслил церковь, как он Бог замыслил для нас, какой путь. Каких отношений он хочет. Не знаю, может быть, немножко путано это, может быть, надо посмотреть еще тексты внимательнее дома, но общая мысль такова. Павел, проводя эту параллель, он снова и снова обращается к Галатам и говорит, я не могу понять, ну почему вы хотите от сыновства уйти в рабство, от обетования уйти к закону? Почему? Что вас туда так тянет? Здесь есть несколько выводов таких небольших, которые хотелось сделать. Первое, почему нас тянет так туда? Ну, наверное, как Сара хотела взять все в свои руки, так и нас порой хочется нам все в свои руки взять и все контролировать. Как-то разговаривал с одним человеком, очень умным человеком, он боится летать на самолете. Я говорю, а мне очень нравится. Он говорит, а я не могу, говорит, меня трясти начинает сразу, говорит, от страха. Я говорю, слушай, ну ты же умный человек, ты же понимаешь, что это самый безопасный транспорт, что там ни одной машине того так не делают, как самолет. Ну, в общем, все, начинаю с ним разговаривать, говорю, там статистика есть, что это самый безопасный транспорт. Ты все, начинаешь что-то, говорит, он говорит, да я все понимаю, но я же ничего не контролирую. Я говорю, ты на машине, когда едешь по нашим дорогам, тебя, говорят, так подбрасывает, да, а в самолете ты, ну, там, ну, чуть-чуть потрясет немножко, он говорит, я не могу, все, это так страшно, это ужасно, потому что я ничего не контролирую. Ну, нравится нам людям все в свои руки брать, и спасение тоже хотим в свои руки взять. И вот это ощущение, что, я помню 2003 год, когда у нас было землетрясение, мы тогда жили в Барнауле, вот это ощущение, что земля, на которой, кажется, такая стабильная, за которую ты всегда можешь, на которой ты всегда можешь стоять твердо, и вдруг она, и ты не знаешь, за что хвататься, за воздух, что ли, хвататься, что дома трясутся, земля трясет, за что хвататься. Это ощущение, что ты ничего не контролируешь, это страшно, и люди в панике бежали, в панике на них нападал какой-то неестественный страх от этого, хочется все контролировать, хочется все взять в свои руки, хочется Богу помочь, да, и ты меня не можешь спасти, давай я сам себя попробую спасти, но так не получится, мы же ему не можем помочь, естественно. Вы знаете, как-то с одним братом разговаривал, он так очень говорит, ну да, да, благодать, но знаешь, вот надо все равно, надо вот стараться, я говорю, да надо стараться, но ты не этим спасаешься, ты благодать спасаешься, не, ну знаешь, ну все равно, вот все-таки наша заслуга тоже какая-то есть, вот мы с ним разговариваем, но описание все эти аргументы разбивает, конечно, в пух и прах. И вот когда аргументов не осталось, он говорит, знаешь, вот моя заслуга в том, что я, вот Бог меня позвал, а я согласился. Вот в чем моя заслуга. Я говорю, ну здорово, представь, ты тонешь, тебе спасательный круг взяли, да, ну кинули, и вот поднимают тебя на вертолет, и ты садишься, весь мокрый, тебя одеялом укрывают, тебя весь трясет, да, и ты говоришь, знаете, моя заслуга в том, что я ухватился за этот спасательный круг, да, все-таки есть моя заслуга в спасении. Да, это единственный разумный, ну, путь вообще. Если тебя Бог зовет к себе, единственный разумный путь, это выйти и отдать себя ему, единственный разумный. Неразумно не идти за этим, нет здесь нашей заслуги, это единственный разумный путь. Друзья, нам все равно хочется почувствовать свое какое-то влияние. Вот в чем наша такая натура, друзья, но проблема в том, что так не получится. Нет двух путей. Закон и благодать, это не то, что одно вытекает из другого, одно дополняет другого. Закон был дан до времени пришествия семени, он был дан определенный период для определенных задач, о которых здесь Павел говорит, о которых мы уже разговаривали в прошлой беседе, да. И он свою задачу выполнил. Написано в Ефесянам, Христос упразднил закон учения. Все, мы теперь живем в другом мире, и если в тебе есть Дух Святой, так стой в этой свободе. Не надо снова уклоняться в это рабство, не надо пытаться взять в свои руки. Иногда мужество надо просто отдать себе в руки Божие. Павел показывает принципиальную разницу между законом и благодатью. И он говорит здесь, что говорит Писание, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Не получится это совместить. Не получится. Это два принципиально разных пути. И Павел, как бы подводя итог, но так получилось, что глава разбита, один стих из предыдущего смыслового отрывка, он уходит в пятую главу. И в пятой главе, первый стих, он заканчивает мысль. А со второго стиха начинается следующая мысль. И вот в пятой главе, первым стихом там написано «и так». Вот это слово «и так» означает подведение как бы некого промежуточного итога, вывод. Он говорит «и так, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять его рабства». Он призывает Галат и нас сегодня, друзья, стоять в свободе. Не пытаться взять спасение в свои руки, а отдаться Господу. Друзья, знаете, оно иногда кажется так. Я вот представляю, ну опять, давайте вернемся к царе буквально несколько минут еще. И подумаем, ну я вот моделировал ситуацию, как они могли разговаривать, как они могли мыслить. Может быть так и было, может было по-другому. Но они думали, ну год проходит, два, десять лет, ничего не меняется. Нам уже восемьдесят пять, мы уже все, старенький, мы уже не можем родить. Ну уже надо последний шанс, надо использовать. Ну ведь не мог же так Бог, может быть мы что-то не так поняли. Может надо, и вот, вы знаете, и взяли, и сделали сами. И вот я думаю иногда так у нас, бывает, бывает мы так советы легко даем. Знаете, ну так кто-то не может там с проблемой справиться. Мы, знаешь, слушай, я вот там трое суток постился, мне помогло. И вот раз так человека. Нет, поститься это хорошо, и по трое суток хорошо поститься. Вот, но когда мы такие рецепты, мы не пытаемся человека соединить со Христом, а дать ему какой-то рецепт от проблемы. А он не всегда так работает, у Бога все очень индивидуально и по-разному. Вот хочется, чтобы мы искали вот этого близкого общения с Богом, Его лица. У Него ответы на вопросы, у Него искали победу. Познавая Его, стояли твердо в той свободе, которую Он нам даровал. Эта свобода дает, это то, что утешает нас, может быть не успокаивает, ну в смысле исканий, но утешает нас. Это то, что дает силу подниматься, то, что дает силу бороться дальше, не останавливаться на достигнутом. Именно вот эта близость с Богом, это свобода, которую Он нам дает. Друзья, давайте мы возьмем это для себя. Стойте свободу, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять их гурадству. Слава Ему за все. Аминь.